Всем здорова, дамы и господа, продолжаем проходить мод на сталкерзов в Припяти под названием Каталист Комплементейшн. У нас сбежал чел, и нужно проверить тоннель под дорогой. Происходит какая-то фигня, страшными звуками пытаются нагнать жути, ну и в принципе это всё, что происходит. Так, вот он тоннель, и в нём чё-то где-то кто-то. Опа, чёрт с красными глазами, здорово. Псевдотьма, опять грёбанная иллюзия тьмы. Не, дятел, не иллюзия, я, вернее мы. Тот зодиак, который первым тогда к вам зашёл в деревню и предупредил о злом двойнике, когда все дрыхли, мозги кипят. Позже всё объясним. Просто знай, мы на твоей стороне, а у тебя нет времени на сомнения и вопросы. Мы обещали помочь, но в силу этой тьмы ещё не смогли до конца сформироваться, как согласованное стабильное энергетическое тело. Урич в большой беде, он в тоннеле под ЖД-насыпью, в полном плену тьмы, её концентрация там просто чудовищна. Тьма хочет заползти именно в него, поскольку он самый слабый из вас. Тьма хочет использовать его. Живо беги, отвлеки зло на себя, помешай ему. Не бойся, так как нам осталось немного. Очень скоро мы завершимся и поможем тебе. А пока вперёд. А что если тьма захватит меня? У тебя наибольшая устойчивость, более крепкая психика, чем у всех остальных. Не мешкай, живее куричу. Ни хрена не понимаю. Впрочем, от тебя вроде не ивеет мраком и ужасом, так что я поверю тебе. Выбора-то особого и нету. Так, бежим получается к тоннелю под ЖД-насыпью. Скоро мод закончится, по крайней мере я на это надеюсь, потому что мне уже тоже на самом деле немножко поднадоело. Я думал, тут хоть какие-то действия будут, помимо диалогов. А их тут вообще нет. Ну и многим как бы не особо интересно читать чистые диалоги. Но что поделать, такой вот мод. Так, я подошёл, задание выполнилось. И теперь у меня просто дебильные эти мелькания. А по кому он стреляет? Ты чё, осёл? По кому стрелял? Кто здесь? Тут никого нету. А где чел? Ладно, здорово. Этот с жёлтыми глазами, кстати. Коллективное. Еле выжил. Охотно верим. Что вообще произошло и происходит сейчас? Что ты такое? Всё по порядку. Сейчас у тебя... Он дрожит или танцует, я не знаю. Сейчас у нас есть немного времени. Постараемся вкратце обо всём рассказать, так как ты действительно имеешь право знать правду. Пожалуй, начнём с вопроса, кто мы такие. Мы, такие же сталкеры, как и вы, попавшие сюда и впоследствии умершие. Видим удивлённый взгляд. Да, мы все пали жертвой проводящегося здесь эксперимента. Да, недавно мы вернулись к... Своеобразной форме существования. Понимаешь, у этого места есть одна особенность. Из него не выбраться даже после смерти. Души умерших плавают в этом печальном пространстве в виде некого энергетического супа, а с каждым разом всё накапливалось. В конце концов, нас стало слишком много, а пси-поле оказалось слишком напряжённым. Мы хотим сказать тебе спасибо. За что? Твоё тело и мозг помогли нам. Надеюсь, ты простишь нас за то, что мы слегка изменили восприятие твоего одного воспоминания. О чём ты? Помнишь, как тебя шандарахнуло на мосту? Ну? Не было там никакого артефакта. Нам, дабы превратиться из бесформенной энергетической массы в нечто более осознанное, нужен был человеческий мозг в качестве компьютера. Лучше всего подходил для этой роли ты. Как это произошло? Мы создали мираж в виде человека на вершине моста, и ты полез поговорить с ним. Сам мост, как огромная металлическая конструкция, идеально подходил для того, чтобы наша объединённая бесформенная энергия, движимая неясной волей, собралась вокруг него в виде некого поля. Не лопай так глазами. Находясь в бесформенном состоянии энергетического супа, мы постигли некоторые глубинные законы нашего мира, и знаешь, даже самый отбитый мистик со своей безудержной фантазией не сможет предоставить хоть маленькую толику тех процессов, что происходит во вселенной. Так вот, ты полез говорить ей, когда твое тело достигло нужной точки, мы прошли сквозь тебя. Всё заняло около 10 секунд, ты надоел прыгать. Но за это время мы использовали твой мозг на полную катушку, заставили его поверить в нашу форму, таким образом создав наше тело. Абстрактная субстанция стала чем-то конкретным. Возможно, то, что я сказал, кажется бредом, но это бред лишь для того мира, откуда мы все пришли. Здесь всё иное, даже не знаем почему. Так вот, мы использовали тебя, ещё и половину твоих сил забрали, так сказать, для начального ресурса, потому ты себя так плохо чувствовал. Но самое главное, мы изменили ваши воспоминания, чтобы вы никому об этом не рассказали. Используя твой же мозг, мы вторглись в память Урича, а затем и у тебя всё стёрли. Вернее говоря, переделали. Для чего? Чтобы пятому не разболтали ничего. Кто такой пятый? Об этом в конце. Задавай другой вопрос. Без проблем. Что это за тьма? Всё, он повесился? Нет, он обратно спускается. Видел двойников других сталкеров и своего? Конечно. Это их злые отражения, которые появляются у человека менее чем через полчаса нахождения здесь. У нас всех тоже были злые двойники. Но когда мы умерли, то стали энергетической массой, в которой размещалось и наше зло, лишённое подпитки, с которым мы и боролись, будучи разлитыми в этом месте. Так продолжалось, пока не появились вы. Перед вашим приходом уровень излучаемой псиэнергии внезапно повысился. Что за псиэнергия? Она постоянно меняется. Где-то находится прибор, который её излучает, но он спрятан даже от наших чувств. Он будто бы существует сразу в двух мирах. Настоящем и этом. Вернее, в щели между ними. А потому он скрыт. Хотя, возможно, дело в том, что именно он излучает и как он это делает. Может быть, именно поэтому мы не можем его увидеть. Ладно. Я не могу, он танцует. Продолжает. Я не могу серьёзно читать диалог вот этот страшный, да? С ответами на все вопросы, когда вот человек напротив, я не знаю, он писать хочет, наверное, чего он так дрыгается. Ладно, уровень излучаемой псиэнергии внезапно повысился. Что дальше? Следовательно, повысилась насыщенность пси-поля. Вот тут самое интересное. Чем оно сильнее, тем ближе мы к миру материальному. Будто уровень воды, который во время наводнения повышается, затопляя прибрежную зону и добираясь до жилищ. Став сильнее, мы смогли лучше влиять на реальность. И тогда у нас появилась воля к движению наружу, после чего мы проделали весь этот трюк с мостом. Однако, когда мы, так сказать, использовали твой мозг, смешанное с нами зло, которое было нашими чёрными двойниками, оказалось без контроля и превратилось в одного ужасного допилигангера. Вместе с нами оно прошло сквозь тебя и также материализовалось. То есть вы объединение всех душ умерших здесь? Сколько же вас? Нас 54. Да, мы все соединены в этом едином нематериальном теле. С ума сойти. Это в сто раз хлеще, чем специальный репортаж от РЕН-ТВ. Так тьма это... Это объединение 54 наших тёмных половин в одно нечто. Очень яростное и мощное, обладающее невероятно деструктивной энергией. Нечто, что может принимать как абстрактный облик тьмы, сливаясь с этим местом и используя пси-поле, так и собираться в единое целое чудовище. Кстати, что это за место? Это доподлинно известно лишь экспериментатору, или как его назвал Тони Дайн... Или как его назвал твой недавний друг Пятому. Понятно лишь одно. Этот мирок как-то связан с остальной зоной, и он существует вне физического плана. Да, это скорее некое метафизическое место, которое постоянно меняется, в котором могут воплотиться все наши мысли и эмоции. Здесь можно найти отражение самого себя. Если говорить точнее, то у этого места нет определенной формы. В прошлый раз это была огромная массивная местность, покрытая лесом. До этого полуразрушенный город, в котором кишили аномалии и мутанты, объединяет все его воплощения... Объединяет все его перевоплощения лишь одно. Скалы, которые полностью окружают это место. Даже мы не в силах за них заглянуть. То, что вы хотите видеть, то, что может сотворить ваш мозг, ваше отражение, мысли и чувства, все воплощается тут. Возможно, именно поэтому здесь даже законы физики, логики и реальности совершенно иные. Мне конец. Башка сейчас взорвется. Кстати, кто такой этот зодиак? Он никчемный, темный двойник настоящего зодиака, который считает, стоит перед тобой. Даже не темный двойник, скорее слабость, которая объединилась своим чувством слабости и обрела такую форму. Просто у тебя с зодиаком одинаковые истории и одинаковые переживания. Вот так оно и наложилось. И да, зодиак не живет от самого начала. Он появился, как только ты попал сюда. Остерегайся его и не верь ни одному его слову. Он пожелает захватить тебя. Слабость твоя из зодиака подобна тому голому. Обманом она попробует сподвигнуть тебя на побег. Уже попробовала. Если бы ты тогда согласился на его вариант, то все закончилось бы очень плачевно. Слабость в итоге погибнет, но не упустит возможность потащить и тебя за собой. Вижу раскрытый рот. Эээ, кто же такой экспериментатор? Если бы все было так просто. Каждый раз он меняет свое обличие и совершает подмену своих же мыслей. Что? Подмена? Похоже на то, что он находится в очень шатком состоянии. Будучи экспериментатором, он сам уже умело скрывает от себя этот факт. Следуя программе эксперимента, он умудряется верить в прошлое, которого у него нет. Идеально сливаясь со всеми вами. Но ничего, рано или поздно он должен будет что-то предпринять. И тогда это пятый, уж не сомневайся, выдаст себя. Это все, конечно, хорошо, но что мне конкретно сейчас сделать? Отведи урища в лагерь, далее по обстановке. Нам потребуется твоя помощь, поскольку мы лишь нечто вроде духа, а ты можешь соприкасаться с реальностью. Сейчас же в деревню. Мы сильно заговорились, у нас возникло беспокойство за тех, кто в подвале. Кстати, совсем из головы вылетело. Во время дружеской попойки я понял одну вещь. Хоть хвоста и не было на хуторе новичков, он шутил насчет того, что... Как я угрожал вертолету в пьяном угаре. Но я его ни разу не видел. Откуда он мог это знать? Может, просто не заметил? Вряд ли. В лагере до десятка человек максимум и за целую неделю не увидеть его. Она точно пригодится и будь с ним осторожен. Кстати, вот еще несколько странных моментов. Когда мы только попали сюда, то начали находить ящики с различной провизией. Это ведь проделки пятого, да? Да, скорее всего он поддерживает вас в нужном ему состоянии. Кормит там, медикаменты подбрасывает на случай чего. Мы чувствовали, как появлялись эти ящики. Они словно материализовывались из ниоткуда. Что еще? При обыске домов, что в деревне, мы нашли скелет, чьи ноги были привалены шкафом, на котором были интересные надписи. Ааа, Гриша по кличке Барсук, это я был. Печальная история получилась. Тогда мы все крышей поехали. Я искал выход отсюда, и меня конкретно повернуло на том, что нужно ко всему прислушиваться, дабы узнать тайну этого места. Умирая, я, мучимый жаждой и голодом, впал в сумасшествие и начиркал эти надписи. Какое простое объяснение. А мне казалось, что это очень важная деталь, которая прольет свет на некоторые события. Бывает. Что еще? Когда я с Родригесом заходил в тоннель под железнодорожной насыпью, его подстрелили. Что это было? Но здесь стоит сказать, что ни одна мысль, эмоции, энергии или совершенное действие не покидает это место. События, породившие мощные всплески эмоций, могут иногда проигрываться в настоящем. В том тоннеле я, бзик, подстерегал меня, кота. А, ну короче, он оси... Ну понятно. Каждый чел через этого чела со мной общается. Чтобы пустить мне, слетевшему с катушек, пулю. Когда тот парень случайно зашел в точку, где меня подстрелил я, прошедшее событие на долю секунды вспыхнуло и проигралось заново. На самом деле, даже не факт, что в него попала пуля. Это вы увидели пулю и кровь. На самом деле, вы несуществующая аптечка лечили несуществующее ранение, которое в ваших головах было реальным и представляло угрозу. Это все ужасно бредово и запутанно, но очень интересно. Теперь мы точно заболтались. Иди делай то, о чем мы договаривались. До встречи. Дай, знаете, если тебе что-то откроется там. А где Урич? А, вот он. Я его не заметил даже. Жив, цел. Ужас, что это было? Червь, червь, с кем ты говорил? Я? Не с кем. Врешь, говорил. Галлюцинация дело тонкое. Опасно тут оставаться. Быстрее пошли к нашим в лагерь. Поговорим там. Да, пойдем. Ой, я надеюсь, а хотя бы тут будет перенос. Ладно, терпим. Опять хавать захотел, но консерва пока использовать не буду. Опять он какой-то дурацкий маршрут, блин, выбирает. Вот, но мы уже вроде дошли. Вижу там дома. Че, мы вернулись. Опа, тут никого нету. Мысли. Похоже, тьма атаковала наш лагерь. Вот это неожиданно. Где все? Что с ними произошло? То же самое, что и с тобой. Или ты даже не помнишь, как с криками выбежал отсюда? Да, помню. Меня червь позвал, а я не мог отказать. Страшно было очень. Сердце чуть не разорвалось. А ноги сами шли. Точно. Вот что с ними всеми произошло. Червь их тоже позвал. Нет никого червя. Ты совсем ничего не понимаешь. Он есть. Он ползет. Он видит нас. Да не. Ай, ладно. Есть, так есть. Так, ладно. Зачем он их позвал? Мне его мысли неведомы. Может, хочешь свой ритуал какой-то провести? Я отойду, чтобы отлить. Хорошо? Ссы здесь. На улице опасно. Это антигигиенично. И не пытайся меня убедить в обратном. Я мигом. Тогда будь осторожен. Обязательно. Кто-то появился опять. Коллективное. Отойдем немного. Давай. Так, это ты, добряк, да? Да, ты добряк. Где все остальные? Покуда мы говорили, разъяренная тьма направила все силы сюда, атаковав твоих товарищей, поддав их мучениям. Они разбежались так же, как и Урич. Один на блокпосту сейчас, второй в тоннеле под мостом неподалеку, а третий в районе котельной. Вполне реально, что черная субстанция желает найти пятого и захватить над ним контроль. Я пойду. Проследи за Уричем. Да и вообще, будь здесь все время? Хорошо. Эх, впереди по-любому самые веселые часы моей жизни. Мысли. Стоит сказать Уричу, что я ухожу, чтобы не беспокоился лишний раз. Лады. Урич, я пойду искать остальных. Но это же опасно. Я выдержу, уж поверь, все будет нормально. А ты сиди и не высовывайся. Хорошо, не буду, но ты все же... Да не раскисай ты так. Говорю же, все хорошо. Мне не страшно этот червь, понял? Да, не умри, пожалуйста. Постараюсь. Спасение заблудших. Проверить основные места неподалеку от лагеря. Ну, наверное, на блокпост сначала, да? Или что? А, ну тут я несколько заданий получил сразу. Найти и отвезти. Благодарю Родригеса, Шахтера и Хвоста. Я все еще думаю, что это Хвост Пятый. Слишком много с ним всяких подозрительных штучек, несостыковок и прочей шляпы. Так, ну-ка, кто у нас тут? Казарме, наверное, чел сидит. Нет. А че так? А где тут кто? Алло. Ну, кстати, когда я подходил, не пиликало вроде бы. Что-то тут есть. Я не знаю, ладно, походу нужно начать с тоннеля под... Под чем? Один на блокпосту. В тоннеле под мостом неподалеку и в котельный. Ладно, пойдем в тоннель. Там-то я уж точно не смогу прозевать. Ну нет, я что подходил, что отходил. Не было пиликания, то что типа там кто-то есть. Походу хавать надо, потому что у меня выносливость вообще не восстанавливается. Как будто бы... О, вот сейчас пиликнуло. Тут кто-то есть по-любому. О, ну, иронично. Что за страх тебе привиделся? Страх или блаженство, или мне неизвестно. А если говорить связно, не сплошным потоком бессмысленных слов? В моих словах есть смысл, но ты не поймешь. Да и знать тебе это ни к чему. Так ты не испытал страха? Нет, ко мне пришло наслаждение. Ясно, по улыбке видно. Так, кайфующий ты наш, пошли в лагерь. Зачем? Мне везде хорошо. Я понимаю, но если ты сейчас же не встанешь, то получишь леща. Ты же не хочешь, чтобы твое наслаждение прерывалось? Если честно, мне плевать. Но так как ты желаешь, я доставлю тебе удовольствие и пойду в лагерь. Нельзя же расстраивать старого друга. Будет добро сделать это. Неужели урича товарищ по несчастью появился? Хвост так шифруется. Так, а мне его прям везти? О, а найти и отвезти. Каждого причем, ёпер. Ладно, а если я вот пойду в котельную, там кто-то будет? Чтобы два их сразу увезти. Но нет, тут никого нету, я под... А, подожди. Или это не то? Может фабрика имеется в виду? Ну пилика не было опять. Походу их по очереди надо просто везти и все. Так, че, хвост уже добежал? Или еще нет? По идее должен был? Нет, только сейчас пиликнуло, типа кто-то еще есть. То есть он только-только добегает. Ты где осел? Не знаю. Ладно, буду у подвала ждать. А, вот он. Маршрут у вас, конечно, просто пипец. И обязательно вот так вот нужно обойти. Сиди тут и носа наружу не высовывай. Диалогов ни с кем из них нет. Так, ну теперь либо блокпост, либо котельная. Я вот не знаю, а вот куда правильно? Вот откуда я должен знать, в каком порядке? Наверное, шахтер. Хотя откуда я знаю, где шахтер конкретно? И где конкретно Родригес? Я знаю, что котельная и блокпост. А кто где? Ладно, до блокпоста пробежимся, посмотрим, пиликнет или нет. Да не пиликнуло, нифига нету тут никого. Пойдем, значит, в другое место. О, здесь пиликнуло. Интересно, кто тут будет? Шахтер, наверное. Ну-ка. Ты тут? Да. О-о-о. Но это не тот шахтер. А где нужный? Или он все-таки на улице? Хрен его знает. Кто? Где? Кого? Зачем? Вот он, оказывается, здесь сидит. Господи, какие страшные скалы. Вставай, мужик, пойдем в лагерь. Горячо, как же горячо. Да, ты стоял среди огня, но это враки все, иллюзия. Нет, не враки. Дятел, я среди огня. Темный вскрыл воспоминания, мои раны. Это у него хорошо выходит, пошли. Я знаю твою тайну про убийство. Потом поговорим об этом. Нет, не могу больше терпеть. Что ты не можешь терпеть? Соберись, мужик. Знаешь, когда мне было 22 года, мы с друганами поехали на трубазу. Пятеро пацанов и две девки. Ну знаешь, девки уже занятые были, не подумай. Вот, Дима, Васек, Женек, Серега и еще один Дима. А девки были такие, Тамара и Света. Что-то мне подсказывает, что сейчас не лучшее время для воспоминаний времен своей молодости. Да, мы изрядно бухнули. Наглушились, как свинюки. Сидели возле костра и гасились. Гасились, гасились. Ночь была ясная. Светила полная луна, а мы гасились. В кронах ветвей шелестел ветерок, а мы гасились. От озера тянуло прохладой, а мы в окнах гасились. Квакали лягушки. Да я понял, что вы гасились и что от озера тянуло прохладой. Костер почти затух и мы пошли в домик. А лягушки, как они квакали. Куча их была немерена. Да, это все летом было. Теплая июльская ночь, как помню. В домике все упали кто где. Я на диван и что-то перемкнуло, знаешь как, неважно. Меня перемкнуло. До сих пор не знаю как. Захотелось резко покурить. Все уже спали, а я зажег цигарку. Мне было лень вставать с дивана. Все равно все спали. Я скурил одну, потом вторую, третью. Лежал, курил и смотрел сквозь окошку на луну. Не помню когда, но мне внезапно захотелось ссать. Страшно захотелось. Очень прям так давление повысилось. Ну да, 2 литра пива не шутки. Мне все-таки пришлось встать и пойти на улицу. В глазах все было страшно мутно. Я еле контролировал свои движения. Затем добрел до кустов. Там выссался. А ночь была такая теплая, что мне захотелось лечь прямо в траву и посмотреть на небо. Ты же знаешь как это бывает, когда бухой полностью. Все мысли такие странные. Наверное мне еще было лень идти обратно. Я лежал в траве, почти заснул, как вдруг услышал странный треск. И знаешь, все вокруг начало слегка освещаться таким желтым светом. Мне стало интересно. Я встал посмотреть. Знаешь, что все дома на турбазах деревянные? Это тоже был такой. Обычный летний домик, который жрала огонь. Похоже, я случайно выронил тлеющую сигарету на диван. Сама выскользнула из пальцев, а я и не заметил. Сначала загорелся диван, потом пол, в конце концов стены. Знаешь, что я делал? Я тупо стоял, смотрел и никак не мог раздуплиться. Внутри горели вечно веселые Димка и Тамара Вертихвостка. А я стоял и смотрел, как дом в факел обращался. Но ненавижу я себя не за это, нет. Хмель у меня тогда быстро выветрился, и я мог бы что-то изменить. Но когда отрезвление пришло, мне стало невыносимо страшно. Я всегда был душой компании, всегда за любой кипиш. И на кладбище всех звал ночевать, и пацанов с другого района показательно молотил перед девками. И в армии чего я только не творил, как только не дурковал. Все говорили, что на меня равняться можно, что я настоящий мужик. А когда дом горел, мне внезапно стало страшно. Я мог что-то изменить, но нет. Колени затрусились. Гору луком подкатил. Не могу понять, что со мной тогда произошло. Но страх будто парализовал меня. Домик пылал, лягушки квакали. Двое сгорели сразу, трое выбрались, но один потом в больнице с ожогами скончался. Но самое худшее было дальше. Я ведь тогда притворился, будто к озеру ходил и вернулся только что. А потом так и не признался в том, что курил. Страшно было. Ох, как страшно было. Когда товарищ следователь по форуме допрашивал, но я молчал. Говорил, что ничего не знаю, что по пьяни к озеру купаться пошел. Жутко мне. Все считают меня кремень мужиком, а я ни хера не мужик. Вообще ни разу. Ничего толка мужского, геройского так и не совершил. Вот так я виновник живу, а они, пьяные, заживо сгорели или задохнулись. Кошмары с тех пор мучают. Я пытаюсь забыть это, говорю себе, что виновата выпивка, которая так на мозги повлияла. Но не получается. Уже и семью завел, а все равно. В зону пошел, сюда попал. А тут? Тут столкнулся с этим ужасом во всей красе. Горю натурально. Огонь вокруг меня. Огонь внутри меня. Печет, как в том домике. Страшно печет. Но ничего не могу поделать. Честно, даже не знаю, что тебе сказать и как тебя успокоить. Надеюсь, после того, как ты выговорился, тебе немного полегчает. Немного. Ты ведь первый, кому я это рассказываю. В любом случае, если тебя мучает совесть, то ты не такой дерьмо, каким себе кажешься. Дерьмом ты точно станешь, если сгинишь тут, оставив жену и дочь. Так что подымайся и живи ради своего будущего, если не можешь изменить то чудовищное прошлое. Не будь мешком говна, вставай. Тут ты прав. Ненавижу себя, не могу жить. Недостойная той семьи, которая у меня есть. Но надо продолжать. Возможно, я сюда попал, чтобы перетерпеть мучения и скупить свой грех. Хотя о чем это я? Такой грех, его ничем не скупишь. Ты это заканчивай, я вон видишь двоих умышленно. Что с тобой? Ничего, блевать потянуло. Забудь, пойдем за мной, как можно быстрее. И иду. Вперед. Мысль меня заточнила. Первый раз я почувствовал настоящее отвращение к тому, что сделал. Думаешь? Ну и получается, на блокпосте Родригес... Ну, кстати, выходит так, будто, типа, этот... Где я с кем был, там я их и нашел. Хотя, с Урищем-то я не был в тоннеле. Это я с Родригесом отдельно ходил в тоннеле. Ну, Родригес, типа, словил Шизу на блокпосту. Или на блокпосте, как правильно, впервые. Мы с шахтером здесь. А хвост? А кому не насрать на хвоста? Так, ну что? Да ковылял дед до подвала. Сиди тут, не высовывайся во что бы то ни стало. Остался Родригес на блокпосте. Короче, Родригес, на самом деле, довольно далеко от блокпоста сидит. Поэтому, возможно, его не заметил. Из-за этого не знаю. Ты как? Черный человек. Уходи. Он на тебя схватит свои цепкие руки. Черный человек улыбается. Черный человек смеется. Он стоит напротив меня и травит шутки. Он тянет ко мне руки. Опять этот, короче, своего клоуна вспоминает, который ему в первый раз причудился. Очнись. Я в сознании. Вот он, черный человек. Ужасный и холодный. Смотрит на меня. Его нет, это иллюзия. Теперь есть. Ударить. Зачем ты избиваешь меня? Встал и пошел. В этом нет смысла. Я сказал, встал и пошел, мудила ты конченая. Смысл? Смысл в том, что я не позволю какому-то черному человеку забрать тебя. Я сам ему глотку прогрызу, если понадобится. А теперь вечно апатичный говнюк вперед. Ты слишком слаб. Ошибаешься, Родригес. Ой, как ошибаешься. Поднимайся, кому говорю. Хорошо. Хоть это и бессмысленно, но если мои действия прекратят твой крик, не умничай. Пошел. Но с этим что-то вообще ГГ не стал церемониться. Чел, тут сидит скелет. Он даже на тебя не смотрит. Блин, эти звуки, какой-то скрип, какая-то фигня. Они меня уже раздражают, они пугают. Поначалу реально было немного стремно. Но когда привыкаешь, просто хочется, чтобы они уже поскорее закончились, эти звуки. Все, наконец-то. Сиди тут и не высовывайся. Коллективно, жду тебя на улице. Давай. Все в сборе и в полном неадеквате. Что теперь? Охраняй их и приводи в чувство в случае чего. А ты? Мы уничтожим тьму. Ее можно уничтожить? Только мы сами можем победить зло, рожденное в наших сердцах. Понял. Тогда буду сидеть тут и смотреть в оба. Удачи тебе. Все, вот так вот просто пропал. Голоса какие-то дурацкие появляются. Все? Ладно, я в подвал. Урич, иди отсюда. Я даже не успел зайти в подвал. Вопросительно взглянуть. С кем говорил, а? С тем же, с кем и вы все. Ко мне тоже приходит иллюзия, и я пытаюсь бороться против нее. Тебя заманивают. Она хочет заговорить тебе зубы и утащить под землю. Да-да, хорошо. Спасибо тебе за информацию, знаток. Шахтер, что же нам теперь делать? Охренево, мы заперты тут. Безысходность. Накатывает мысль о самоубийстве, но у нас даже огнестрел для этого нет. А ножом? Нет, лично я не смогу. Но можно выйти наружу и отдаться тьме. Вряд ли ты умрешь. Скорее окажешься заперт в своем теле, без возможности его контролировать. Лично мне так кажется. Не попробуешь, не узнаешь, хех. Новое задание. Зодиак? Поговорить с ним? С кем? О, ё-моё. Чел, ты чё сюда идешь? Зачем? Чё, ни у кого никаких вопросов не возникает, да? Ты? Привет, братишка. Я пришел забрать тебя. Что? Опа. Так, братишка, чё мутишь? Что ты творишь? Разве не ясно? Братик у меня туго дум, конечно. Но ничего, мы это исправим. Да о чём ты? Я люблю тебя, братишка, и хочу жить с тобой всегда-всегда, до скончания времен, если можно. Ээээ, мерзость у тебя, это точно не получится. Как знать, как знать. Как ты вообще меня сюда перенес? У этого места есть сила, братишка, главное уметь ее высвободить. Эта тьма умеет использовать силу, и она поделилась ею со мной. Ну конечно, вы заодно. Да, эта тьма наш прекрасный друг. С меня хватит, я ухожу, не смей меня трогать. Уходит, он уходит. Ты никуда больше не уйдешь без меня. С чего ты это решил? Я проведу ритуал, братишка, избавлю от злого духа сомнения. Затем проникну внутрь тебя, и стану с тобой одним целым. А потом, мы сможем выбраться отсюда, если захочем. Вместе. А потом как заживем вместе? А? А? Как тебе? Пошел ты. Ну да, я знал, что так и будет. Но ничего, я освобожу тебя, ты только потерпи. Сейчас успокою этого духа, эту злую сущность. Выбора нет, тебя придется убить, слабость. О, резня. Тихо, тихо. Опа, все. Одна тычка, и ты затычка. Мысли. А вот хрень тебе с маслом. Так, пора срочно бежать в лагерь. Круто. На ровном месте меня перенесли, блин, через всю локацию, чтобы я обратно побежал пешочком. Я не знаю, тут если переносы и есть, то они во вред чисто. Как же меня все это достало? Понятно, никого нету. Но кто-то в спине как будто бы появился. Здорово. Их нет, опять. Предвкушаю твой вопрос, отвечу. Сюда спустился зодиак. Тьфу, слабость. И просто перенес меня к своему любимому местечку, где пытался впарить мне про какой-то ритуал и вообще совершить со мной что-то крайне дерьмовое. Пришлось его убить. Правда, он гад крепким оказался. С одной тычки сразу «Эй, кто-нибудь» и прилег. За это тебе спасибо, дятел. Огромное человеческое спасибо. Я сам хотел бы уничтожить свою слабость, но видишь, мы не посчитали его серьезной угрозой, а направив все силы на уничтожение тьмы. А зря. Кстати, что у вас с тьмой? Эту мерзость сложно уничтожить. Оно, темный двойник нас, черная копия. Следовательно, у него наша память. Ему известен наш ход мыслей. Оно мастерски создает тысячи иллюзий, которые запутали нас. Несколько раз мы подобрались близко, но все тщетно. Уничтожить тьму сложно. Кстати, оно ведь и ваше темное отражение. Ведь двойники, которых вы видели в котельной и тоннеле, это такое же зло. Да это и так понятно. Что дальше-то делать? Этот вопрос меня мучает больше всего. Я думаю, нужно снова найти. Чего застыл? Я чувствую приближение. Нет, начало чего-то. Очень страшного. Плохое предчувствие. Дятел, смотри. Что за... Что за стрёмная херня? Чем-то она выброс в зоне смахивает. Хоть я его один раз видел, но могу сказать, что очень похоже. Это будет похуже выброса. Объясни. Наконец-то пятый выдал себя. Я чувствую, как с каждой секунды воздух наполняется энергией, которая в конце концов уничтожит всё. Рано или поздно он должен был сделать это. Это? Аннигиляция реальности. Полное уничтожение этого мирка и всех, кто в нём находится. Он решил стереть всё. Теперь я его вижу. Будет жарко. Тьма направляется к нему, чтобы захватить его тело. Дело в том, что он должен уйти до начала аннигиляции. Для этого он, сто процентов, откроет портал в наш мир. Тогда-то тьма должна захватить его тело и выбраться отсюда. А без его тела она не может? Нет. Здешнее зло имеет власть и силу лишь в рамках этой реальности. В настоящем мире зла в миллиарды и миллиарды раз больше. Оно пропитало собой всё. И эта тьма, эта микроскопическая капля, станет там попросту ничем. Однако даже самое ничтожное зло стремится добиться чего-то. Хоть как-то возвеличится. Поэтому тьма направит все силы против экспериментатора. Но пятый силён. Очень силён. И не сдастся. Не доведя начатое до конца. Именно поэтому нам нужно в сию минуту отправляться туда. План объясним на месте. Опять бежать. Да мы чё, лохи что ли по-твоему? Не, нам конечно было сложно разобраться со всеми своими возможностями. Но теперь мы тоже отлично научились кое-что делать. Держись покрепче. А? Вот так бы всегда, ё-моё. Ну чтож, что будет дальше мы узнаем уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Обязательно подпис... Смотрите, у него рот там, кстати, немножко мелькает. Если вот присмотреться. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожмите уведомления, чтобы не пропустить следующие серии. Точнее финальную, скорее всего, серию Каталиста. Вступайте в группу. Зайдите в телегу, ссылка есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлой серии, обязательно посмотрите их. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok